Привет, это РДК. Как и обещали, раскрываем дальше детали ракетной программы Российской Федерации. И сегодня поговорим о ракетах «Калибр», расскажем, где их производят, где заправляют и где хранят. ОКР «Калибр» — это семейство российских крылатых ракет. Устанавливаются на самолеты, корабли и сухопутные комплексы. Декларируется, что максимальная дальность полета одного из типов этой ракеты до 2600 лет. Но прежде чем мы расскажем про ракеты, делимся новостями. После нашего расследования начались массовые чистки и проверки всех причастных к ракетной программе. Фигурант прошлой серии, гражданин Саунин, отменил отпуск в Мурманской области, куда две недели до этого выбирал блесна на рыбалку. И, если он доживет до августа, то советуем им отменить и отпуск, запланированный на август 2024 года в санатории Крым. А теперь переходим к «Калибрам». Ракеты «Калибр» производят в Петербурге, на цехе ОКБ «Новатор» на территории завода имени Калинина. Заправляют их на секретном заводе, который местные называют «Химъемкость», и он находится в лесах между городом Нижняя Салда и поселком Басьяновский. Одна из точек хранения ракет — военная часть номер 6387-6, 758-й центр материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ. Если вы хотите знать, откуда мы получаем часть данных по ракетной программе РФ, то сейчас мы покажем, как инженеры из РФ легко идут на сотрудничество. Наш герой — инженер Титов, который имеет доступ к секретной информации. В первом звонке мы подтвердили личность Титова. Титов Илья Михайлович? Да, да. У вас сейчас есть минут 10, чтобы поговорить? Да, да, слушаю вас. Затем мы продолжили общение, и через несколько дней он согласился на сотрудничество. Значит, от вас требуется сотрудничество? Ну, хорошо, я согласен. Что делать? Если тебе нужно денежное вознаграждение, можем удвоить твой оклад, например. Как бы это несопоставимо, я же это каждый месяц получаю. Да, твой разовый. Почему разовый? Почему разовый? А кто сказал, что ты можешь быть полезен только один раз? Ну, если это действительно надежно, и как бы мне гарантирует безопасность, конечно, заинтересованно. Нам необходима, естественно, информация. Еще больше информации. Угу. Какие сотрудники над этим проектом работают? Не знаю, так сходу не могу назвать. А через кого, скорее всего, проходится основная документация, которая направляется на утверждение в главкомат и на доработку? Кто этот человек? Канцелярия? Ну, канцелярия, да. А конкретная лица? Оксана, может. Задача минимум – это обеспечить доступ. Дальше мы сами все сможем достать. Ну, понятно. По поводу денег, чтобы ты не вызывал внимания, это можно сделать в крипте. Ну, хорошо, я разберусь, я понял. Ты сотрудничаешь, ты получаешь финансы. После того, как достаточное количество информации ты сможешь предоставить, совершаешь свою очередную поездку. Там производится экстракшн. Все. Я понял. Хорошо, я посмотрю, что можно будет делать. Я его достал. Сначала Титов принял правильное решение, начал сотрудничество с нами, получил от нас деньги, но потом испугался и побежал в ФСБ, после чего окончательно пропал. Ожидаемо, что все будут отрицать происходящее в Новаторе, так же, как Россия отрицала падение российской ракеты на территорию Урана в далеком 2015 году. Тогда одно из новостных изданий показало обломок российской ракеты с номером АББУ-5000. Естественно, Российская Федерация все отрицала и заявляла о том, что все ракеты дошли до целей в Сирии. На вашем экране видно бумагу, где говорится о применении изделий с аббревиатурой АББУ-5000 в изделиях 3М-14, которые изготавливает УКБ «Новатор». 3М-14 – это одна из разновидностей ракеты «Калибр». В следующей серии мы подробнее расскажем о производстве радиоэлектронного оборудования и про одного контр-адмирала в отставке, который курирует все эти разработки. Что же могут рассказать нам другие инженеры УКБ «Новатор»? Хотим передать отдельный привет Тывунику Валерию Валерьевичу, руководителю разработок пусковых установок для ракет «Калибр» и помощнику заместителя генерального конструктора из «Новатора» Быкова Алексея Юрьевича. Поддерживайте РДК информационно, финансово или вступая в ряды тех, кто борется с кремлевским режимом.